Время утром, меня зовут Василий Копейкин, со мной здесь Дмитрий Шипелев, и за кадром у нас, как обычно, Дмитрий Кудряшов. И начнем мы с парочки интересных вещей. Начнем мы с чего? У нас тут друзья из War Thunder подготовили вам призы ко Дню Защитника Отечества. И фишка в том, что у нас есть некоторое количество бонус-кодов на 500 голды. Все наши платные подписчики, мы вам сегодня еще создадим, напишем рассылочку, сделаем рассылочку на эту тему, и вам просто будет достаточно писать нам в личку или на почту twitch.sobaka.igromania.ru для того, чтобы получить ваш бонус-код. На данный момент нам хватит на каждого подписчика, даже если вы сегодня-завтра подпишетесь, ну то есть в течение, ну не знаю, этой и возможно даже следующей недели, то вы сможете точно так же получить у нас бонус-код. Еще будем вам об этом напоминать, чтобы вы не забыли, и обязательно всем, кто желает, разошлем. Бонус-код на 500 голды в игре War Thunder. Ей! Да, также, кроме этого, друзья, у нас сегодня и в среду, и даже, кстати, 23-го числа состоятся стримы по War Thunder. Как раз в честь 23-го февраля, в честь Дня Защитника Отечества, мы вам постримим War Thunder. Сегодня мы, кстати, еще кроме этого раздадим инвайт-коды на нашем стриме, инвайт-коды на 3 дня премиум аккаунта, плюс Чайка и Т26. Поэтому приходите, будем раздавать промокоды, инвайт-коды. Получайте, активируйте без всяких проблем вот такие вот призы от War Thunder. По-моему, это отлично. Что еще хотел сказать? Что хотел сказать? Не знаю. Ну, наверное... У меня там, кстати, еще пару игр даже завалялось. Мне кто-то из наших зрителей предоставил игры, но я думаю, разыграем мы их завтра или послезавтра. Следите более подробнее за новостями, поэтому это не все плюшечки, которые у нас есть для наших платных подписчиков. Ну что? Поехали дальше. А дальше мы продолжаем капать вам на мозги фо-онором. Ну-ка. И у нас все еще работает наш центр запуска. И там каждодневно практически появляются свежие материалы самого разного толка. Да, и сейчас очень интересный материал. И заключается он в том, что мы тут поспрашивали у конструкторов. Тех, кто смыслит в оружии и во всем. В смысле, в боевых искусствах. И решили у них узнать, как они считают, насколько правдоподобно на данный момент, да и вообще, в принципе, боевая механика War Thunder. Боевая механика War Thunder, я что-то совсем уже заболтался. На самолете с мячом. Да, на самолете с мячом. Это, кстати, наверное, было весело. Ладно. Боевая механика For Honor, которая очень интересна, очень хардкорна и оказалась все-таки реалистична. Не правда ли? Вот, кроме этого, у нас на нашем YouTube-канале появился еще и ролик. Он же же появился или нет еще? Может быть, нет. Или в скором времени появится? Нет, если бы. Тут это, игра из разряда «Угадай, где именно наш монтажер там затесался». Ой, да ладно. Тут, мне кажется, легко и просто. Ну, серьезно, Толя будто с мячом родился. Прям так ему идет. Я его и не нашел сперва там. Если что, Толя – это с бородой. Многие его уже видели у нас однажды на эфире. Игромания уже не та, да, он рисовал прекрасные картиночки. Да, да, да. В общем, если еще не вышел, то в скором времени выйдет ролик с ребятами, с реконструкторами. Так что... Что? Пардон, я отвлекусь. Настя, там что-то серьезное. Ты меня просто взяла и демотивировал на эфир. Или мелочи. Ты хочешь сейчас прервать эфир для того, чтобы начать с... Нет, ну... Мне просто важны маги. Ну вот, смотри, тебя ищут. Меня ищут? Да. Не знаю, у меня глючит скайп. Да, тебе советуют в скайп срочно заглянуть. Диман, подменишь? Давай, иди, а я пока просто просто ждал следующую новость. Вот. Друзья, давайте пока зачитаем следующую новость. Владельцы консоли Sony на время получат бесплатный доступ к мультиплееру. Это, на мой взгляд, очень прикольно по причине того, что данные акции случаются не так уж и часто. И тут вы просто сможете поиграть в мультиплеер без подписки PlayStation Plus. Если вы вдруг не знали, то подписка PlayStation Plus на данный момент на PlayStation 4 дает возможность играть в мультиплеер. Без этого вы не сможете. Хотя есть некоторые игры, которые мультиплеерную часть и без подписки можно играть. Но большинство имеет зависимость от подписки PlayStation Plus. Вот. И тут сервис PlayStation Plus дала поиграть в мультиплеер возможность без дополнительной платы. И это будет с 22 февраля, с 13.00 по московскому времени до 3 часов ночи 27 февраля. Аж целых 5 дней. Вот. Тем, кто живет в Америке, повезло больше. Для них акция начнется сегодня и продлится целую неделю. То есть она уже, я так понимаю, началась аж 17 февраля. Да. Вот. Кроме этого, Xbox Live Gold предложила вкупе с бесплатными выходами в Rocket League и NBA 2K. 17.00 с 16.00 по 19.00 февраля для доступа к онлайн режим на Xbox. Не требуется подписка. И это прикольно. Так, что я еще хотел сказать. В этом месяце, по-моему, очень хорошая подборка. У нас там Little Week Planet 3. Второй. Третий. В общем, хорошая подборка игр в этом месяце. Поэтому, если вы вдруг поймете, что все-таки мультиплееры вам нужны, мультиплееры вам интересны играть, без всяких проблем покупайте подписку и вперед из песни еще и получая несколько игр в месяц. Почему бы и нет. Так, друзья, давайте пока Дима там немножко решает свои рабочие вопросы, давайте пообщаемся с вами, задавайте свои вопросы. Я постараюсь на них на всех ответить. Может, расскажу вам что-нибудь, не знаю. Могу рассказать еще про Horizon, если вам вдруг интересно. Спойлерить я, конечно, не буду, потому что это не стоит такую игру спойлерить, особенно с таким сюжетом. Стримить его можно? Да, постримим мы его, если я не ошибаюсь, понедельник, 27-го числа. Стрим уже назначен. Я думаю, обязательно прям в момент выхода, в момент, когда нам разрешают его стримить, мы вам его обязательно постримим. По крайней мере, это мое желание тоже, потому что игра мне очень понравилась. Так, 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 игровая индустрия скатилась даже Нинтендо. Я готов, кстати, с этим поспорить, потому что Нинтендо сейчас на самом деле молодцы. Единственное, что они немножко неправильно продвигают свою консоль, но это мое мнение, это не мнение игромании. У меня тут появилась идея, что, знаете, я, наверное, прям на старте купил бы Нинтендо Свитч, если бы отдельно продавалась портативная консоль, и отдельно продавалась, к ней можно было докупить вот эту ток-станцию для основного, для подключения телевизора, монитора. Потому что мне кажется, тогда бы она стоила дешевле. Ну, не то чтобы в половину, но, я думаю, дешевле. И игры, мне кажется, тоже можно было подешевле, но это совершенно другой разговор, потому что если смотреть на это с другой стороны, давайте посмотрим на расценки Sony и Xbox, и тут разницы-то на самом деле практически никакой. За тайтлы, которые являются эксклюзивами, достойная цена. Так что вот так. Horizon открытый мир, да, конечно. Расскажите про тесс. Ром, тесс прикольный, прикольный, но единственное, что он очень сложный, его достаточно тяжело понять. Я до сих пор не разобрался в прокачке скиллов, да я, в принципе, не так уж и много проиграл, я там всего 12-й, что ли, 13-й левел. И мне пока это ММО нравится. Ну, это давайте, я думаю, что вы все знаете, что это ММО, это с онлайн, и там нужно, ну, для любителей ММО, мне кажется, это вот прям самое то. Она прикольная, она интересная, для любителей Скайрима, я думаю, тоже подойдет. Когда ждать рецензии на Tombow 2 от тебя и на iCowasted? Я, чукча не писатель, чукча читатель. Я думаю, рецензии от меня лучше вам не ждать. А так, мое мнение по поводу этих игр вы всегда можете увидеть в прямом эфире. Tombow 2 мне очень нравится, пускай она и достаточно старая, но там очень много интересных механик, потому что платформер, RPG-платформер, это очень хорошее сочетание, и большая игра, большой мир, много времени на него потрачено, и не зря. Вот, а iCow, iCow тоже прикольный, но, конечно, это не... Ну, то есть это не RPG, и не завораживает своей длительностью, он, скорее, завораживает таким сюжетом, который ты пытаешься не то что придумать, а додумать сам, потому что тебе его не подают. Диалогами там совсем мало говорится, и практически ничего не объясняется. Сюжет ты додумываешь сам, и это, на мой взгляд, тоже прикольно. Это интересно, это, с одной стороны, весело, пускай управление не очень отзывчивое, но при этом игра очень интересна. Вася, а будут еще стримы в ход со сраздачей ключей на скины, или уже прикрыли лавочку? Димитаро, будут, не переживай. Саша Пушкарь на связи с Blizzard. Как только они выдадут нам еще пачечку ключей на раздачу для вас, наших любимых, я думаю, обязательно еще постримим. Так, что еще хотелось бы, в них нужна подписка PlayStation Plus? Вот в этом я не уверен, потому что, друзья, у меня практически всегда подписка PlayStation Plus, но, скорее всего, да, для мультиплеера понадобится, мне кажется. Так, Василий, какая игра победила в продажном стриме и сильно ли скатился по таблице D&D? Мельник, игра победила Uncharted, но в следующий раз мы будем стримить Uncharted, но тут нам не так давно занесли тысячу рублей на Tides of Numeria, если не ошибаюсь. Нет, сейчас. Дим, напомни, пожалуйста, может, ты помнишь. Файлик мы, по-моему, не внесли. Я еще не успел. А, на Тормент, вот, на Тормент первый. Вот, на первый Тормент нам предоставили. Так, вот AppleSmile пишет, ни одно ММО не понравилось мне так, как WoW. Ну, а мне, например, WoW не понравился. Из ММО мне очень понравилось, к сожалению, на бете, после беты я особо не играл. Как его... Ах, боже. Все названия из головы вылетели. ММО, которая вот будет выходить на PlayStation 4 от Mail.ru про богов, там, где ты можешь создать всего лишь одного персонажа себе. Боже, я совсем забыл, друзья. Ну, в общем, вы мне сейчас подскажете, скорее всего, чай в чате, как это ММО называется, но она прикольная. А в России Nintendo Switch будет продаваться? Да, Медик, Никита, уже можно предзаказать себе консоль без всяких проблем на сайте Nintendo. Мир Nintendo, по-моему, сайт называется. Можете перейти туда и предзаказать себе. Да нет, Дим, ничего страшного. Я просто сейчас буду потихоньку еще дополнительно зачитывать новости. Как раз вот закончились вопросы, я думаю, перейду к следующей новости. В хранилище Origin Access появились еще три игры. И учитывая то, что совершенно недавно Electronic Arts предоставляли бесплатно возможность воспользоваться в течение нескольких недель, если не ошибаюсь, своей подпиской, это просто офигительно. В общем, Electronic Arts объявила, что в хранилище Origin Access на PC появились еще три игры. Орагами, Fury и The Saboteer. Блин, это круто. Fury просто замечательный, динамический слэшер, стелс-экшен Орагами, тоже круто. И стильная The Saboteer, это, по-моему, тоже замечательно. В общем, кроме того, до 7 марта PC игроки смогут бесплатно активировать сервис на целую неделю. Вот, простите, не на две, на неделю. Но это круто. То есть вы приобретаете, если что, как работает эта подписка, вы приобретаете подписку, платите, по-моему, всего 300 рублей в месяц, и получаете целый набор игр, в которые можете играть, пока у вас активна подписка. Вот, причем там очень хорошая подписка, если не ошибаюсь, там есть Titanfall первый, не второй. Спортивные симуляторы там есть. Также, вот, как видите, еще присоединились Fury, Орагами, Saboteer, Garden Warfare, по-моему, там есть. Ну, в общем, подборка игр просто замечательная. Battlefield, там четвертый, может, даже и первый есть, я, кстати, вот не припомню. Друзья, в общем, заходите в Origin, смотрите, что за подборка игр там. Это очень неплохой вариант, если вы не хотите приобретать эти игры, а хотите просто в них играть. Платите всего что-то 300 или 400 рублей в месяц, и получаете возможность поиграть во все эти игры, даже вместе с друзьями, без всяких проблем. Вот Battlefront, кстати, есть, да, я тоже помню, Battlefront топчик вообще. Так, вот так вот, друзья. Fury, кстати, просто замечательно, у меня, к сожалению, все так и не находится, время для того, чтобы продолжить ее. Я застрял на деде, дедушке, которого надо забороть, а у меня все, нету, нету времени. Дмитрий тестит шапку-невидимку, да, как видите, у него это неплохо получается. Ну, так вот. Лода прикольная, графика, прокачка, все прикольно, но WoW это все же история ММО. Ну, я не спорю с тем, что WoW это история ММО, но в то время, когда я в него играл, это было около 4-5 лет назад, он мне, к сожалению, не зашел. Я проплатил подписку один месяц, поиграл в него недели две, и мне хватило, друзья. Ну, почему я один, Диме, к сожалению, нужно, очень нужно, очень важно отойти по рабочим вопросам, в скором времени он вернется, не переживайте, я пока с вами просто пообщаюсь. Бастион не очень. А, это, видимо, Соник пишет Диме, окей, я понял. Так, у вас сейчас не очень, а в дальнейшем его еще банка. Хорошо, как скажете. Друзья, не забывайте задавать свои вопросы, сейчас на данный момент я с вами просто общаюсь, что за фраза уволен была. Ну, это такие прикольчики Александра Киржиманов, просто прикалываемся друг на другом, если человек ведет себя неправильно, то можно тонко намекнуть ему, что он не очень хорошо себя ведет, да. Вот, ну, это, конечно, все шутки, друзья, никого мы увольнять не будем. Баттлфронт топчик, кстати, не спорю, да. 250 рублей, вот, кстати, подсказывает Никман. Хорошая цена в месяц за большую подборку игр. Отошел на пяток минут, а Вася уже стал монополистом, да, бывает. Что я еще хотел сказать? Увидел там старшие игрушения? Да, я еще увидел, ну, посмотрим после эфира. Сейчас у меня, к сожалению, нет времени решать вопросы по поводу следующих эфиров. Василий, а какая ММО тебе удачнее всего заходила? Не поверите, Тера. Но мы на тот момент играли с друзьями, в основном они меня там тащили за собой в эту игру, и мы все совместно играли, и это было на тот момент весело. Как-то открылись русские сервера, я понял, что я уже переиграл в нее, плюс мои друзья не захотели туда идти, и понял, что это что-то не то. Еще в Wildstar мне достаточно зашел, он был веселый, не знаю, как сейчас, когда он пришел на F2P модель, он был прикольный, честно. Мне Wildstar тоже очень понравился. А Вов тебе вообще не зашел? Да, Вов мне совсем не зашел, я уже рассказал. Посоветуйте игру на плойку 3, после... Просто не могу полгода сидеть у компа, а вдруг подогнал третью Соньку. Берите все эксклюзивы, которые только возможны, и проходите на данный момент. Last of Us, Aiko, Shadow of the Colossus, Heavy Rain, Beyond the Soul, просто Mortal Kombat. Вот, боже, что только нету, там вот под моей курткой пакет висит, не переживай, Дим. С 23 по 26 февраля стримов не будет, смотри, Ходорус, с 23 будет стрим. Насчет того, что в остальные выходные дни, я, к сожалению, не знаю, я еще поговорю с Шоурамом, потому что он хотел, очень хотел с вами еще пообщаться, с вами еще раз увидеться. Но, к сожалению, он, насколько я помню, в командировке на этой неделе, и в Шанхай он поехал. Да, так что как вернется, я думаю, обязательно для вас постримит. Там уж договоримся. Так, это я уже прочитал. Какую версию Overwatch купить, обычную или прокачанную? Не знаю, я играю на обычной, и мне ее вполне достаточно. Тем более, сейчас вон как раз скидка, поэтому покупайте, заходите, покупайте. Я вот просто задумываюсь, может быть, прокачать ли себе на более высокую, но, не знаю, там, по-моему, только скины и всякие плюшечки для остальных игр Blizzard. Так, куплю подписку Origin, только когда они с ним завезут со всеми DLC. Ну, каждому свое. Так, Сера, ну, с друзьями было весело. Василий, какая из последних игр для тебя 10 из 10? Horizon. Horizon Neo. Вот это 10 из 10 просто на кончиках пальцев. Василий, как долго вы играли For Honor? Только все время, которое я провел на стримах. К сожалению, после стримов у меня не нашлось практически времени поиграть, разобраться в игре, но это было весело и прикольно. Так. У тебя браслет к Xiaomi? Да, к Xiaomi 1S. Пульс. Можешь посоветовать для ноутбука игр? В идеале что-нибудь только для клавы или только для мышки? У меня в топе пока что Burnout Paradise и Tony Hawk Pro Skater HD. Чтобы тебе посоветовать такое. Если не ошибаюсь, только для клавы вполне Айзек. Биндинг оф Айзек. Просто замечательная игра. Интерзе данжен. По-моему, тоже прекрасен, замечательен. Я, правда, не уверен, что там не нужна мышка, но, по-моему, там неплохо, достаточно. Я слышал. Ты сначала одень, а потом спрашивай, слышно тебя или нет. Так. Слушай, а правда, что на PlayStation 4 Pro будет обнова, которая раскроет полностью потенциал? Ну, не то, что раскроет полностью потенциал, там будет некий режим буста для игр, которые не имеют всяких преимуществ на PlayStation Pro. Вот так вот. Так, Василий, сколько от груди жмешь? Когда-то давно в классе 10-11 я жал сотку. Ух ты. Ну, это было очень давно и очень много времени. Я максимум до 70 доходил. Ну, пару раз я отжимал сотку. Вот. Но это было давно и неправда. Ладно, возвращаемся к новостям, друзья. И тут у нас немножко релизов. Игра Kona выйдет на PlayStation 4 в марте. Очень любопытный проект. Очень любопытный проект. Если не ошибаюсь, это квест. Это, смотри, получается, да. Это такой своеобразный гибрид детектива такого нарративного именно, что в стиле The Vanishing of Ethan Carter или вот Virginia, которая была в прошлом году. Так до сих пор руки не дошли. Но при этом с механиками выживания. Как, например, в The Long Dark. Потому что действие происходит в Канаде. Да, там, да. В Канаде в 70-х годах. И там холодно, и там волки. И поэтому надо будет рубить деревья, разжигать костры. Греции, уши. У меня игра вот только чем-то напоминает Fargo. Я уж не знаю, чем. Ну, потому что заснеженная такая глубинка. Да, да. При этом там будет какая-то мистическая хрень, судя по всему. Там был в трейлере очень впечатляющий, на мой взгляд, кадр, где мы за окном видим заледеневшую девушку в айсберге. В помещении причем. Круто. Да, и какая-то будет какая-то мистика, при этом сочетаемая с этой вот не очень мной... Во, вот. С не очень мной любимой механикой выживания. Это интересно. Потому что разный жанр, по сути. Судя по тому, что пишут здесь у нас авторы, судя по всему, игра не будет полным выживачистком, потому что из элементов, за которыми ты следишь, это температура тела героя, его здоровье, уровень стресса и даже вес. Но в еде детектив не нуждается. Поэтому ничего страшного. Ну, вес это, я так подозреваю, просто переносимые вещи. Так что ничего страшного. Хотя было бы прикольно, если... Я не помню, на самом деле, со времен Сан-Андреас ни одной игры, где герой толстел бы. По-моему, в GTA V имеет все-таки... Я вот не видел. По-моему, обожраться и немного потолстеть там можно. То есть физические тренировки там влияют на твой внешний... Сан-Андреас можно же умереть от сердечного приступа из-за ожирения. Ну, это да. Ладно. Так. Антураж, антураж, как минимум, интересно. Ну, Канада, вообще такая, именно в играх, такой дивный край лесов и волков. Я помню, была какая-то очень колоритная канадская игра, где ты там держал ночью в лесной сторожке оборону от оборотней. Оборотней, виндиго, прочих тварей из такого... Это я, к сожалению, не помню. ...фольклора коренных американцев, потому что у них, да, у них Канада это такая ближайшая дикая условно страна, потому что да, действительно много просторов условно непокоренных или недопокоренных. Ладно, давай двигаться дальше. Тут у нас из разряда интересного. Еще одна стратегия доберется до консолей. Сити Скайлайн видит на Windows 10 и Xbox One этой весной. И благодаря Play Anywhere вы сможете приобрести игру, например, на консоль или только на Windows 10 и играть и там, и там. Это прикольно, это интересно. Сити Скайлайн просто замечательный градостроительный симулятор. Гораз лучше я слышал той же перезапущенной Сим-Сити. Ну, многие считают, что да, да, что Сим-Сити не очень, а вот Сити Скайлайн просто замечательный. Ну, в общем, для поклонников серии, у кого есть только, например, Xbox One, но пока они не могут поиграть, я думаю, must-have игра. Это замечательно, это интересно. Ну, еще бы. Да. Ты в Сим-Сити можешь закопить город говном? Не помню, к сожалению, не помню. А вот в Сити Скайлайн сможешь? Сити Скайлайн может, понятно. Да. Вот, в общем, замечательный градостроительный шутер, который... Че? Это было бы классно! Как же у меня все плохо. Замечательный градостроительный симулятор, который добрался теперь до Xbox One. Блин. В общем, градостроительный симулятор, это... Пошли на Kickstarter. Нет, ты понимаешь? Градостроительный шутер, вперед. Градостроительный шутер, это, знаешь, на самом деле... Астронир. Во-вторых. А, не-не-не, Астронир это не шутер. Это, как его, вот это вот проект, который в прошлом году чуть ли не самым худшим считали, это... Все вылетело из головы. Ноумен Скай, да. Ноумен Скай, Астронир, Ноумен Скай. Это... Я помню, что на рубеже веков была Сим-Сити Рейсинг, по-моему, так называлось. Сим-Сити Рейсинг? Да. То есть это градостроительный симулятор, где ты страиваешь свой город, и потом ты можешь на его улицах устроить гонки. Боже, боже, боже. 1992 год. О, да, вот оно. Блин, прикольно. Ну, вот такой, да, гибрид градостроительного симулятора с чем-то еще. Ну, да, но он градостроительный шутер. Я не знаю, ты кирпичами стреляешь. Не знаю, это будет весело. Ну, да, и не только кирпичами. Ну, вот. Всем, чем только возможно, стреляешь. Ладно, двигаемся дальше. Дальше у нас как раз новости о дополнении для Watch Dogs, в котором вернется весьма колоритный, хладнокровный и циничный азиат. Из первой части, уж простите, я не помню, как его звали там. Ну, ничего страшного, да. Я тоже не помню. А, ну вот, да. Ну, это был, пожалуй, самый харизматичный персонаж, оригинальный Watch Dogs, потому что он вносил во все происходящее хоть какую-то долю иронии. Потому что первая часть была вся на серьезных щах. Просто. Кроме этого, хотел сказать, что из первой части мы, конечно же, увидели Эйдена Пирса в игре. Единственное, что в одной из миссий, и мельком, лично мы с ним не встретились, но одежду Эйдена Пирса там, кстати, можно было получить, и это, на мой взгляд, круто. Вот подсказывает Джорди Чин. Да. Джорди Чин, да. Джорди Чин. Хорошо. В общем, новая DLC, которая добавляет, я так понимаю, сюжетные ответвления. Сюжетные ответвления, там локации новые, к тому же, что меня порадовало, довольно уникальная механика. Ты можешь с собой на DLC-шной миссии звать людей, у которых DLC нет. Так это круто. Да, это замечательно. Для тех, кто не смог приобрести DLC, например, если его, например, нет у ваших друзей, почему бы не пригласить их для совместного происхождения, чтобы они тоже знали сюжет DLC. Удивительная щедрость со стороны юбиков. Нет, неудивительно. Они очень часто так поступают. Ладно, давайте двигаться дальше. Тут еще немножко информации про биотехнологии. Да, биотехнологии. И там будут русские гангстеры. Братва. Прям почти, там почти как в стреле. Обязательно братва. Они вот так, они ее не переводят как brotherhood, нет, нет. Это братва. Ну. И там есть пахан. Это круто. Что-нибудь еще такое. Это замечательно. Так и должно быть. Так нужно переводить все игры. В общем, дайте двигаться дальше. Немножко информации про президент 7, которая внесла веселый вклад доходы с продажи консольных игр. Ура. Поступили некоторые цифры и компания NPD Group изучила данные североамериканского рынка игровой индустрии за прошлый месяц. Так, в этом году потребители в общей сумме уже потратили на железо игры и аксессуары больше 610 миллионов долларов. Это на 14% меньше, чем в январе прошлого года. Сведения о розничных и цифровых продажах NPD получила от некоторых онлайновых магазинов и издателей, а также от сервисов Xbox Store и PlayStation Store. В общем, общие продажи там составили достаточно много. А вот прибыль с консольных игр по сравнению с показателем прошлого года увеличилась на 14% и составила 312,5 миллионов долларов. Такой скачок связан с выходом в конце месяца у Джастика Resident Evil 7, который всего за 5 дней успел стать самой продаваемой игрой в месяц. Это отлично. Я все переживал из-за того, что Capcom как-то... Не Capcom даже, а скорее инвесторы Capcom воротят носом от 7-го Resident Evil, потому что, ну, по понятным причинам, старт продаж ее оказался не настолько потрясающий в плане именно чистых цифр, как у пятой или даже шестой частей. Ну, потому что там-то это вообще были, блин, в реке, пыщ, взрыв, спецэффекты, коловздутие. Вот. И пятая часть до сих пор считается по продажам, если я ничего не путаю, с самой успешной по франшизе. Вот. И тогда это еще никому не надоело, а вот шестая часть уже там как-то погибли. Не, но седьмая достаточно интересная. Но седьмая это камерный хоррор. И все-таки не стоит забывать, что... Камерный хоррор? Ну да. В том плане камерный. Ну, в том плане, что ты там заперт в этих, сколько там, суммарных пяти локациях. Постоянный бэктрекинг. Вот. То есть нету вот просторов. Есть именно вот этот дом, к которому ты привязываешься, к которому ты со временем привыкаешь. Ну, или наоборот, он тебе вызывает какие-то негативные ассоциации. Хоррор все-таки это жанр, несмотря на, казалось бы, популярность, не для всех. То есть тот же экшен, прям вот экшон, это как правило более массовый продукт. То есть поэтому резидент можно было впарить кому-нибудь под предлогом, ой, да ладно, не страшно. Посмотри, какие спецэффекты. А седьмая часть все-таки была рассчитана именно на поклонников. Это был такой во многом рисковый эксперимент возвращения к основам, который, на мой взгляд, удался. Конечно, очень удался. Вот. Поэтому я действительно рад, что цифры, объективные цифры, они позитивные. Единственное, что у них все-таки есть проблемы с разветвлением сюжета, потому что, как я вот в итоге посмотрел, узнал, мне рассказали, чем... Три источника информации ты назвал. Да. Вот у меня как раз есть три источника информации, откуда я узнал информацию по поводу разветвления сюжета и что оно там немножко глупое. В смысле не... Можно было сделать это лучше по поводу другой концовки, по поводу другой сюжетной ветки. Вот. Но на данный момент, ну, хорошо. Нет, все остальное просто замечательно. Я с этим не спорю. Resident Evil пишет, что никак не страшный. Может, в VR можно вздрогнуть, но страх не вгоняет и даже как-то скучит на вар. Apple Smile такие же чувства, как и у меня. Да, страха я тоже не испытал, но по сравнению со всем остальным, как бы, это достаточно неплохой хоррор. Ну, понимаешь, это я тоже сложно... Это жуткий, а не страшно. Жуткий, да, именно. То есть есть, знаешь, вот тут история про фильм «Пиковая дама». Я не говорю, что он страшный, другое дело, что он... что я вижу, что оно снято как ужастик, оно звучит как ужастик, оно старается быть ужастиком, а не вот как шестой Resident Call of Duty. Оно пытается действительно быть честно жутким. В некоторые моменты, когда там Папаша Бейкер еще до того, как появляется вот этот зубастый нёх, Папаша Бейкер он внушает. Когда он там с тобой ходит, это жутенько. Вот. Я просто надеюсь, что коммерческий успех Resident Evil, во-первых, вернет опять франшизу на её колью. Может быть, может быть, но увидим. Ждём восьмого Resident или, я не знаю, или, может быть, они 7-2 его сделают, кто его знает. Ждём нового Silent Hill, который будет ужастиком. Вот ещё мы ждём. Это не скоро ждать. Ладно, давай двигаться дальше. Создатели годов War работали над футуристичной игрой об исследовании мира. Но не сложилось. Да, но, к сожалению, не сложилось. И это послужило яблоком раздора в стенах Sony Santa Monica, что вообще ни разу не круто. Это наравне, наверное, с Naughty Dog, одна из их самых топовых таких вот студий, которая работает на эксклюзивы непосредственно. Вся серия God of War, включая грядущий ребут, софт-ребут, не знаю, как это назвать. Короче, God of War без цифры. Всё это их работа. И хотели, видимо, ребята отдохнуть уже от месива богов и заняться чем-то оригинальным, судя по всему. Потому что, что известно от Nerd Leaks, то, что это была игра про путешествия по параллельным измерениям. Проходила она в 2034 году. Ориентировочно. Какие-то ключики к этому есть. То, что были враги на динозаврах или просто динозавры в качестве противников. То, что были всякие там длиннопалые скелеты и прочее, какая-то команда и механика. Короче, куча креатива, на которую им сказали решительное нет. Да. К сожалению, все сотрудники, которые принимали участие в создании этой игры, уже покинули студию. Но это одновременно печально и, наверное, понятно, почему. То есть, новый IP для данной студии, видимо, все еще боятся. Потому что сейчас вот у них будет Horizon, новый IP. Или это разные студии. Это Guerrilla Games. Это Guerrilla Games, простите. А Sony Santa Monica, что они у нас в последний раз-то выпускали? Собственно, God of War. God of War. Да. Ну, на самом деле, вот... Но он еще не вышел, ты это же имеешь в виду. Да, но до этого был Ascension, еще на предыдущем поколении. Но там никаких изменений не было, а вот в новом... Ну, приехали. Ascension все равно был ААА. Я не спорю, что он был ААА. Я имею в виду, что там никаких новых игровых механик. Я не знаю, как он подфолио. Новых игровых механик там никаких не было. А тот God of War, который будет вот тут выходить, это будет что-то очень крутое, на мой взгляд. И в основном будет упор на сюжет, нежели чем на геймплей. По-попу, шестнадцатое, Bound, да. Ну, там, по-моему, все было. А, Everybody's Gone to the Rapture, кстати, тоже экспериментальный. Но, к сожалению, она, по-моему, не увидела прям очень больших... Совместно с Radio Dawn The Order. Они работали над Ордером, да. Поэтому тут как-то... Ну, они тут, видишь, посмотри, это все совместные разработки. Да. А самостоятельная у них последняя, это God of War Ascension. Как я и говорил. Вот. Другое дело, что новый God of War, надо понимать, что он будет делаться, во-первых, да, без львиной части студии Sony Santa Monica. С другой стороны, давно уже без Дэвида Яффе, который сейчас работает над своей вот этой пострелушкой про нарисованных человечков, уже который год, кстати говоря. О проекте услышал первый раз, черт знает когда. На скором времени он вроде уже должен выйти. Да, так что это в любом случае уже будет во многих смыслах другой God of War. Да. Ну, а вот, аж хороший или нет, время покажет. Ждем его, и я, кстати, очень сильно жду, потому что, мне кажется, он просто замечательный. Я очень сильно, я обожаю эту франшизу. Я третью часть перепроходил минимум три раза. Вот, да. Это прям, серьезно, это, собственно, игра, которую я купил в свое время, плойку третью. Понятно. Ладно, тем временем, Blizzard потребовали закрыть журнал Play Watch. Суть журнала в том, что выкладываю, ну, закос на Play Boy, только с героями Overwatch. Я, кстати, даже не знал о существовании такого журнала. Ну, это нет, я не раз натыкался на его упоминание, как пример именно вот фанатского самиздата по мотивам какой-то в серии. Потому что, действительно, это начинало все с пикантных артов, понятное дело, которые до сих пор там украшают все обложки. Другое дело, что потом они решили идею действительно развить в такое вот фанатское издание. Они начали там, типа, писать интервью с героинями, такие прочие материалы. Потому что не надо забывать, что Play Boy – это мужской журнал. Мужской журнал – это не только российский. Это, извините, там куча материалов, куча всего. Для Play Boy всегда писали не самые талантливые авторы вообще в журналистике, многие писатели. Там куча уникального контента, уникальных статей про все, про образ жизни, про кинематограф, про… До политики, по-моему, дела обычно не доходят, не уверен. Вот. Так что куча всякого контента. И тут тоже решили сделать кучу всякого контента тематического, но… Blizzard, к сожалению, сказала нет. Не то, что они там не совсем так. Они не то, что сказали нет. Разработчики… Разработчики написали сообщение на тему того, что, друзья, мы использовали интеллектуальную собственность Blizzard, и мы нарушали права на эту интеллектуальную собственность. Они… Там не все еще закончено, они пока его прикрыли до ожидания ответа. Потому что они же написали Blizzard, типа, ребят, ну, типа… Мы тут делаем, не против ли вы? Ну, почти что так. Так, по сути, суть претензий, видимо, вызвана тем, что проект выходил на краудфандинг. Они пытались собрать на него на Патреоне, правда, неудачно. Они оттуда ушли, тем не менее. Потому что каждый раз, когда суешься на стезю зарабатывания, это чаще всего выносит фанатскому проекту смертный приговор. Потому что это уже считается действительно как незаконное использование бренда. Понятно. Но, насколько я знаю, Blizzard вообще борется вроде как с интимными анимациями, фотографиями и тому подобное по своим персонажам. Ну, нет, не очень. Да ладно. Ну, слушай, извините, преснопамятная студия Brothers выпустила вполне себе официальную пародию. То есть, насколько я знаю, даже связывались на эту тему. Ну, так что... Нет, другое дело, что Blizzard всегда вообще толерантна к фанатскому творчеству. В отличие от той же Nintendo, что рубит все с плеча, Blizzard идет на какие-то компромиссы. Вспомните хотя бы вот эту историю с ванильными серверами WoW. Носталжия Рик или как-то так она называлась. Когда Blizzard не отправились в суд, как большинство прочих корпораций, а просто позвали ребят на тему поговорить и в результате даже взяли их на работу. Ладно, давай от Blizzard перейдем к другому, к менее известным разработчикам. Тем не менее, как выяснилось, довольно популярно. Конечно, никто не спорит. Потому что платежная система XSolo, если кто не знал, сотрудничает с очень многими IP. И у них штаб располагается в Лос-Анджелесе, но основатель и исполнительный директор, наш соотечественник, Александр Агапитов, они сотрудничают с GuideZin Entertainment, они сотрудничают, я знаю, с Ubisoft. Это платежная система, которая позволяет вполне резонно оплачивать внутриигровые покупки в различных. И не только внутриигровые. Да, вот. В этот раз решили заняться таким насущным актуальным вопросом, который волнует сейчас очень многих независимых разработчиков, а именно финансирование проектов. Они создают XSolo Capital, то есть это фактически фонд, который будет предоставлять инди-разработчикам необходимые для публикации суммы. Все это будет действовать по технологии, по такой бизнес-модели, согласно которой весь взнос, полученный от XSolo, разработчики будут отдавать по ходу дела. Ну, как игра начнет продаваться? Игра начинает продаваться, просто с продаж отчисляется по чуть-чуть сумма до полного погашения долга. То есть инвесторы не будут контролировать процесс разработки, не будут ни во что вмешиваться. Вот royalty как раз, да. То есть не будет прямой зависимости. Их не будет, ну, будет, конечно, волновать, конечно, успех продукта, но не так, чтобы там навязчиво. Да, просто будут постепенно отдавать то, что они получили. Да, это актуально, потому что опять в контексте вот этого преснопамятного дикойного зверя под названием Steam Direct, который пока не ясно, как будет функционировать, не ясно, какие деньги потребуются вообще на это дело. На самом деле, чем дальше влез, тем больше мне кажется, что Steam Direct во многом изменит курс сегодняшней инди-индустрии. То есть просто перевернет его. Мне кажется, не только Steam Direct. Ну, потому что смотри, до этого вот условно Greenlight, да, ранний доступ, то есть это единоличный взнос. То есть 100 баксов платишь, вперед, сколько угодно, когда угодно, как угодно, что угодно. Сейчас это, насколько я знаю, взнос он за каждую игру, за каждую публикацию. И, ну, это даже если он останется условно на предыдущем уровне, это совершенно другие деньги. Ну да. Но, если он действительно там взрастет, там крайние цифры назывались 100 баксов, 5000 баксов. Просто на основе опроса, который Valve провела среди студий, которые, типа, сколько готовы башлять. Вот. Даже если вот вывести среднюю по больнице, то есть между этими двумя, это 2500 долларов. Ну да. Инди-разработчики, как правило, работают на кофе и бутербродах. Ну, может быть. То есть, поэтому уже там и всякие прочие студии независимые говорят, что будут помогать коллегам. И вот эти фонды уже рождаются. Это все, в общем, в целом круто, потому что это рождает такой дух взаимовыручки в независимой индустрии. Ладно, КСОЛО молодцы, поддерживают инди-разработчиков. Это круто. И пускай продолжают в том же духе. Я думаю, к ним присоединятся не только КСОЛО. Я думаю, другие достаточно известные платежеспособные организации тоже будут помогать в дальнейшем разрабатывать игры. Ладно. Кроме этого, авторы Halo Wars 2 рассказали о создании Атриокса и Изабель. Совсем вот-вот скоро выйдет Halo Wars 2, если я не ошибаюсь. Завтра. Завтра. Рецензия у нас готовится. Готово. Уже есть. Даже уже готово. 9 баллов, если что, все круто. Это офигительно. Мы для вас ее постримим, я думаю, даже на следующей неделе. Рецензия там, я могу поспорить с автором, там Сергей Жигальцев ее написал. Он называет Halo Wars 2 спасительницей РТС. Я немного не согласен, потому что в прошлом году, и мы это отмечали в итоге года, жанр вообще-то вернулся из небытия очень сильно. Очень много было проектов жанра стратегий. Не только в реальном времени, там пошаговые. Тем не менее, то есть, окей, Halo Wars 2 это большой проект, дорогой проект. Посмотрите просто на CGI ролики. Тем не менее, не единственный. Окей, как скажешь. Ладно, в общем, студия 343 Industries и Creative Assembly представили новый ролик стратегии Halo Wars 2, в котором рассказали о том, как создавались одни из самых важных персонажей игры. Суровый Атриокс и искусственный интеллект Изабель. На второе отметили, что бравому герою нужна его полная противоположность. Брутальный злодей способный оказать достойное сопротивление как в интеллектуальном, так и в физическом плане. Горилла Грот. Да, Горилла Грот, может быть. Не знаю. В общем, модельки просто замечательные. Выглядит все просто круто. Ждем выхода Halo Wars 2. Надеюсь, успею поиграть еще до стрима. Правда, я в этом не уверен, но игра достаточно крутая. Все CGI-ролики просто замечательные. Геймплей, я уверен, тоже будет крут. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Да, тут спрашивает CyberSonic как раз, не кажется ли нам, что у нас последний параллельный рецензий скопили в районе 70 баллов. Ну, тут на самом деле все просто. Мы стараемся не тратить время и ресурсы наших авторов на заведомо плохие игры. То есть, игры категории B и ниже. Поэтому все чаще это действительно большие какие-то дорогие проекты. И как ни странно, качество их ранжируется от ок неплохо до великолепно. Ок неплохо, понятие да, растяжимое. Но тут все зависит исключительно от вкуса автора. Это все вкусовщина. Ребят, так или иначе, от этого никуда не деться. Если автор писается кипятком, он ставит вышибал. Если автор говорит, ну окей, потянет, ставит семерку. Другое дело, что надо понимать, что средний игровой журналист, он старается во всем, так или иначе, искать и плюсы, и минусы. Это наши читатели, дорогие зрители, действуют на эмоциях. И там чуть что не так, это сразу окунается в бочонок скалом. Нет, все-таки суть игровой журналистики в том, чтобы разбирать проект действительно по кусочкам и делать общий вывод. Ну потому что редко встречаются игры без положительных сторон. Так же, как редко встречаются игры совсем без недостатков. Да. Ладно, перейдем к Гориллу Геймс, друзья. И тут совсем недавно прошло превью-евент по Horizon Zero Dawn. Портал Cirrus Gaming удалось немного пообщаться с главным художником по концепции Горилла Геймс, Роландом Инджермансом. И журналисты спросили про будущие серии Killzone. И как оказалось, на данный момент Горилла Геймс не работает над данной серией. Ну они об этом упоминали уже неоднократно. Да. Потому что действительно Horizon это гигантский проект, агроменный. Это ААА плюс, по сути. Да, плюс еще где-то проходили служки. Может, конечно, это были только служки. Но вполне возможно, что Horizon Zero Dawn получит продолжение. Да, все упирается, это не служки, это официальное заявление представителей Sony в том, что если игра получит положительные отзывы и покажет хорошие продажи, а с этим уже в общем-то и целом нет проблем, потому что предзаказы. Предзаказы уже неплохие. Да, то уже можно гарантировать, что это новый франчайз. Скорее всего, там будет и вторая, и третья, и кто знает, и четвертая часть. Killzone же всегда показывала результаты средние, скажем так. Да, это редкий представитель консольного шутера. Killzone Shadow Fall, напомним, вышла на самом старте PS4. Она входила как раз в стартовую линейку. И получила смешные отзывы. В общем и целом. Сейчас вот просто нужно быстренько ответить Voyager. У Voyager мы не знаем по поводу спинтереста. Будет ли у него какое-то продолжение и какое у него будущее. О чем вообще речь не совсем. Спинтерест игра. Спинтерест, что это? Да. Симулятор больших машин в грязи и лесу, если я не ошибаюсь. Будет круто, если франчайз будет уровня Uncharted. Не совсем корректное сравнение. Давайте все-таки так. Uncharted это блестящая постановка во главе угла. Это лучшая, наверное, одна из лучших линейных игр. Абсолютно. Никаких заблуждений по этому поводу делать не надо. Horizon все-таки работает на территории open world. Это совершенно другие критерии. Надеемся, да. Надеемся, что будет действительно качественная серия. По крайней мере, за мир, за один только мир я готов ей простить очень многое. Потому что это, да, это уникальный сплав. Да. Да. Ну вот. Подождем выхода. Обязательно вам постримим. И там уже сложим свое впечатление вместе с вами. Так. Кроме этого. Имел в виду значимость Uncharted? Да, пожалуй. Да, да. Очень близко к тому. Хорошо. В общем, кроме этого, Нир Автомата обзавелась сумасшедшей японской рекламой. И японская реклама, она всегда крутая. Я не помню, что там рекламировал Чек Норрис на русском языке, распивая полюшка поля. По-моему, это был чай или мороженка, я не помню. Я знаю. Это была самая классная реклама. Я помню, что со Шварценеггером. А тут мы можем полюбоваться вообще на лидера разработки Йоха Тара, который, оказывается, я не знал этого, всегда ходит вот в таком вот обличье, как этот известный музыкант Фред. Ну, может быть, да. Да, и катается в восторге вот в фирменной футболке по Мир Автомата, переходит на матершину. В общем, японцы. Предзаказывайте игру, да, голосит реклама и получайте в подарок футболку. Ох, блин, на самом деле я бы очень хотел себе такой шлем. Он криповый, капец. Ну, шлем, я думаю, такой вы никак не получите, а вот... Он похож на Луну из Мажоры Маска. Серьезно, жуть какая. Да. Кроме этого, хотелось бы сказать, что Нир Автомата выходит совсем скоро, 10 марта в Европе. В Японии, не поверите, 23 февраля. Совсем чуть-чуть осталось. Вот, в Северной Америке 7 марта. Поэтому совсем скоро, друзья. Насладимся этой игрой. Осталось совсем немного. Еще две недельки подождать. И я думаю, мы обязательно вам ее постримим. Что такое? Я все думаю. У меня большие... Возлагаю большие надежные проекты, потому что слэшер, именно слэшер, но при этом в открытом мире это сочетание для меня очень интересное. Там достаточно много всего интересного, да, он достаточно наполненный, но там вот... И знаешь, что мне не понравилось? То есть мне на данный момент, после прохождения демки, не понравилось то, что камера живет своей жизнью. Вот, мне такое не нравится. То есть я бы хотел, чтобы она, ну как-то, не знаю, я все равно имел возможность управлять ей. Тупая камера – это бич многих проектов, делает их абсолютно неиграбельной. Ну, это в принципе не делает ее неиграбельной. То есть игра все равно играется хорошо, даже с такими ракурсами, которые периодически работают сами собой. Но, ну, как бы фишка игры, почему бы и нет. Пускай она немногим нравится, но игра имеет открытый мир, да. К сожалению, мы его не увидели в бете, но я думаю... Не можем говорить, каков он по наполнению. Да, да. Но, думаю, достаточно велик, учитывая предыдущую серию. Понимаешь, велик – это не критерий. Ну, ладно. В общем, увидим, друзья. Выход игры всего две недельки. Подождем и посмотрим. Ну, чуть больше двух неделек. Помимо этого, компанию Valve покинул еще один сценарист. Это автор как раз обоих порталов. То есть человек, получается, сразу одаренный и с отличным чувством юмора. Да, проработал он еще над эпизодами Half-Life 2. И психонавты. Обе части психонавтов. Да. Вот. Но психонавтами он, конечно, работал не под началом Valve. Да, с Тимом Шейфером. Да. О причинах ухода он не сообщает, ничего неизвестно. Издание полигона он решил узнать, чем же в дальнейшем будет заниматься сценарист. Я вернусь в Кливленд и буду работать в магазине соков, которым владеет моя племянница. Весел в Улпо. Интересно, это отмазка или типа... Я думаю, он просто устал. Ну, знаешь, наступает какой-то момент, особенно у творческих личностей, когда им просто нужно отдохнуть. Вполне возможно, что через какое-то время он вернется, когда восстановит свои моральные, духовные силы. Но пока что надеяться не на что, потому что, ну, творческая личность. Мне кажется, из этой твоей фразы можно делать куб. Да. Так вот, ну, блин, понимаешь, мне кажется, писать вторых психонавтов, это реально можно двинуться чуть-чуть. Почти такой характер игры, ну и к тому же возложенные на нее ожидания. Да, ну, не знаю, как насчет психонавтов. Мне из таких вот уставших гениев больше всего жалко Кен Левина, безусловно. Ну, понятное дело, да. Потому что там человек вообще себя до ручки-то ввел. Да. Ну, и это, конечно, фотки гуляющие по просторам интернета, когда я разрабатывал Ведьмака. Не видел, что ли? Что там? Там три фотки разработчика, по-моему. Где там, типа, до разработки первого Ведьмака, до разработки второго Ведьмака, после разработки третьего Ведьмака. Ну, это страшно. Ну, главное, что это все, не забывайте, что каждая такая игра. Каждый проект сказывается, да. Потом и кровью. Потом и кровью, действительно. Да. Красными глазами. А потом вот такие, ну, норм. Ну, игра норм. Да, да, да. Да, SEO, CD Projekt Red. Вот. Там примерно можно это заменить каким-нибудь физтехом. Ну, кто его знает. Ладно. В общем, давай двигаться дальше. А дальше у нас новостишки для тех, кто рубится в Хардстоун. Как вы тут с Лешей Ларишкиным в пятницу, да? Да, мы тут уже немножко пообсуждали данное обновление. И тут, в общем, что мы хотим рассказать. Немножко про обновления, которые нас ждут в следующем году. И весь следующий год компания Близзард для Хардстоун назвала годом Мамонта. Нас ждет два или три крупных обновления, если не ошибаюсь. Суммарно больше трехсот карт. Суммарно больше трехсот карт, да. Три все-таки дополнения, что не может не радовать. Немного переработанные мента, переработанные карты некоторые уйдут на покой, так сказать. Которые можно будет играть только в вольном режиме. Но это прикольно. Это интересно. Обновления, обновления, обновления. Хардстоун продолжают поддерживать и будут поддерживать еще долго. Хардстоун ушел в киберспорт. Это тоже не может не радовать. Это просто замечательно. В общем, ждем теперь всех этих обновлений, которые нам даже вот объявили в кварталах каких. Мне интересна тема с вот этими выбывшими картами. Выбывшими картами? Да, вот как раз. Ну да, фишка в том, что они не просто будут выбивать, они будут перемещаться в зал славы, а тебе восстановят все. Ты можешь там в вольном режиме их все равно использовать. В вольном режиме их использовать, но кроме этого тебе возместят их как это, пылью. Вот, и это круто. То есть они не просто не станут там только играбельными в вольном режиме, но тебе еще и дадут возможность. Да, компенсируют это. Это прекрасно. А вот дальше у нас новостишка такая лихая. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что утекают сериалы. Не раз видели то, как сливаются фильмы. Бывало и игры раньше срока. Ну вот, чтоб консоли сливали, это, конечно, да. Ну вот не надо. Ну я не помню. Было. PlayStation Slim? Возможно. Да, возможно. Я помню замечательную историю про то, как парню, который заказал себе ноутбук у Microsoft, приехала коробка, он ее открывает. Там какая-то непонятная хрень. А это дело было в тринадцатом, по-моему, году. Короче, выяснилось, что ему каким-то образом пришел прототип еще не анонсированный Xbox One. Он думает, толкнуть на ebay или написать майком? Толкнуть на ebay или майком? Написал майком. К нему в двадцать четыре часа явились представители. Просто вот вам ваш ноутбук. Вот вам непочатый Xbox 360. Отдайте, пожалуйста, коробку. Не рассказывайте никому, пожалуйста. Вот. Он, кстати говоря, поступил по чесноку. Да, принял подарки. И фотографии вообще историю придала глазки только через пару лет уже. А в данном случае у Nintendo увели партейку Nintendo Switch. И есть возможность посмотреть на первый в мире анбоксинг. И вот это как раз тот момент, когда я понял, что действительно, да, это вещь довольно соблазнительная. Я громче всех, наверное, выражал скептицизм по поводу Nintendo Switch. А чем же тебе так понравился анбоксинг, что ты решил, что... Ты понимаешь, другое дело. Ты уже смотришь на нее ни на фотках, ни на концепт-артах. Тут действительно можно вблизи рассмотреть. Пресс-релиз был там, можно было вблизи рассмотреть. Тут другое. Пресс-релиз это тоже грамотно выставленный свет. Нет, вот это все... Ой, началось-то. Да, нет, здесь, понимаешь, здесь действительно вот в таком вот... Когда действительно изначально комплектация, то есть как оно все выглядит, какая у него у всего текстура, как оно видно, лежит в руке, как ощущается, судя по реакции, там, по весу. То есть смотришь и такой... Черт. Я вообще, например, вот изначально переживал по поводу того, что... То есть боковые джойстики наверняка они держаться будут, ну, так. Да слушай, после пресс-релиза все говорили, что они нормально там держатся. Вот теперь я это увидел своими глазами. Дааа! Там тоже было показано своими глазами, да боже! Тут простой чувак. Вот простой чувак, его разбирает и все. Вы понимаете, человек, который работает в игроиндустрии журналистом, говорит, что он не доверяет другим игрожурналистам? Я не доверяю пресс-релизу, да. Вот. В любом случае, сейчас вот так, я на нее всклинул, она выглядит достойно, на мой взгляд. Сугубо субъективный. Ты не можешь меня за это осуждать. Вот. В общем, выглядит все, конечно, прекрасно, я не спою. Пока это, да, пока это бесполезная коробочка. Единственное, что, кстати, в смысле бесполезная коробочка? Ну, в том плане, что до официального запуска ты с ней ничего сделать не можешь. Потому что утекла-то консоль. Ну, ты можешь поставить, вполне возможно, на нее андроид и поиграть в андроид игры. Ладно, шучу на самом деле. Тут еще, кстати, просочилась немножко информация на тему того, что у кого-то, кто все-таки получил консоль заранее, ее отобрали. Ну, вот отобрали. Мне интересно, типа, какие карательные меры предпримет Nintendo, потому что наверняка же они могут как-то отследить по системе, да, какие конкретно консоли... Могут заблочить консоль. Могут заблочить консоль просто, да, перманентно. И, то есть, ну, потому что ты ее купил. Ты знал, что, типа, она еще не вышла, ты знал, что это контрафакт, и ты ее купил, ну, огребай теперь полной ложечкой. Не знаю, а может быть, ну, нет, это не в стиле японцев. Предложить, типа, обменять на легальную, этот хрен там плавал. Скорее всего, заблочит и все. Да. Как говорит, как заявил Nintendo, эта партия приставок была украдена у американского партнера компании, и ранее на этой неделе некоторые... Ну, дальше прямая речь. Ранее на этой неделе некоторые лица утверждали, что преждевременно приобрели небольшое количество консолей Nintendo Switch у неустановленного торгового представителя. Nintendo выяснила, что произошел единичный случай кражи приставок у американского дистрибьютора. Похищенные приставки затем были незаконно перепроданы. Физические лица, причастные к происшествию, идентифицированы, уволены с работы и находятся под следствием местных правоохранительных органов по уголовным обвинениям. Не знаю, мне кажется, Nintendo не будет блокировать консоли на эту тему, потому что, ну, человек все равно за нее заплатил. Но кому? Понимаешь? Заплатил-то он не им. Заплатил-то он барыгам. Да, неизвестная история развития дальнейшая, но мне кажется, ну, это все равно прикольно. То есть, да, анбоксинг, он прикольный. Единственное, что на Nintendo можно было посмотреть на пресс-релизах, и она не поменялась с тех пор, она выглядит точно так же, и ничего там не изменилось. Ну, в любом случае, до релиза консоль все равно осталась меньше двух недель, можно и потерпеть. Да, совсем скоро консоль выйдет, все будет прекрасно, все будет замечательно, и ждем ее у нас в редакции. Ладно, двигаемся дальше. Костя Говорун. Что Костя Говорун? Привези нам свич. Привезет, привезет, я уже с ним связывался на эту тему. Activision Blizzard назвали одной из самых почитаемых компаний в индустрии развлечений. Ей? Вот так вот. Причем, да, речь-то идет не только... Об игровой индустрии. Ну и вообще... Да. Я тут узнал, кстати говоря, совершенно... Офигеннейшую статистику по вообще индустрии. Ты знаешь, что среднегодовой доход от вообще игровой индустрии превышает совместный доход от кинематографа и музыки? Как это круто. Да. Это самая доходная индустрия развлечений в мире на сегодняшний день. Это хорошо. Да. Ладно. В общем, списки компаний оказались на третьем месте, уступив первые две строчки онлайн-кинотеатру Netflix и конгломерату Disney. В 2015 году Activision Blazers заняла только шестое место, но благодаря успехам Overwatch и World of Warcraft Legends в прошлом году издательство поднялось сразу на три строчки. Это круто. Молодцы, ребята. То есть, ну, что нам тут сказать? Поздравляем Activision Blizzard с такими успехами. В большую счету, да. Да, обновление World of Warcraft Legends просто замечательно. Почему я Legends его постоянно называю? Легион. В общем, Легион просто замечательный. Overwatch просто крутой. Скидка на Overwatch, друзья. заходите, покупайте. На Легион, не знаю, есть ли скидки, нету скидок, все равно заходите, покупайте. Если вам нравится WoW, нравился какое-то время, вы хотите в него вернуться и хотите в него периодически наигрывать. Но, друзья, Blizzard молодцы. Никто с этим не спорит, это просто замечательно. Ну, и действительно, кто, типа, если не они? По большому счету, вот какие спорные моменты есть у Activision Blizzard вообще? Ну, может быть, релиз Modern Warfare Remastered исключительно в комплектации с предзаказом Infinite Warfare. ОКЕЙ. И все, по большому счету, потому что к любой другой конторе так или иначе за год там, ну, набежит энное количество тех или иных претензий. А Activision Blizzard, да, они самые такие более-менее безукоризненные в скандалы не лезут. Да. Игры в готовом не выпускают. А? Игры в готовом не выпускают? Да! А Overwatch еще на этапе бета был более чем работал. Так, говорите, как будто сейчас все выпускают неготовые игры. А, извините, тенденция. Хорошо, давай, приведи пример. Любой крупный проект Ubisoft. Хорошо, подожди. Любой крупный проект Ubisoft. Watch Dogs. Не было лагов на старте? Нет. Ну, видел, видел. Че ты видел? Ничего ты не видел. Говорит человек, который не играл. Ghost Recon дивизия. Ghost Recon еще не вышел, друзья. Че про него говорить? Это бета. Это бета. Это бета. До релиза меньше месяца. Давайте подождем релиза. Это вы считаете, что ничего не изменится. Давайте подождем релиза и тогда после релиза уже будем говорить на эту тему. Окей, хорошо. Занимайся. For Honor. For Honor. Че там, было все плохо? Не готовый? Игра не работала? Там баги? Че-то незаметно. Окей, давай вспомним предыдущий год. Ты помнишь запуск Unity? Про Ассасинов я вообще молчу. Dishonored. Вот честно. Dishonored 2, окей. Bethesda, да-да. Deus Exx, Explore Enix. Хорошо, но это другие игры, это не Ubisoft. Я не спорю, что сейчас очень много релизов, которые выходят на старте. Мафия. Я не с этим спорю. Вы просто говорите так, как будто вообще все АА по этому выходят. Нет, но это тренд. Вот только у Blizzard они выходят просто хорошими. Это тренд. И типа готовыми. Это было отмечено даже у нас в итоге года. То, что тренд сейчас пошел не крутой в том, что действительно АА-проекты позволяют себе отвратительнейший старт с патчами первого дня. Это уже добрая традиция, что не круто. Не все игры так выходят. Не всех. Друзья. Тейв Димитера пишет что Honor ужасен насчет багов. Не знаю, не замечал ни одного. Всю ночь играли. Всю ночь играли, ни одного бага не встретили. Игра ни разу не вылетела. Раз на раз не приходится. Кто-то пляшет с бобном. Вопросов больше не имею. Давай поехали дальше. Да. Ладно, как скажете. В общем, переходим от Activision Blizzard к Sony. Sony все-таки решили запустить сериал по пикнику на обочине. Там были просто разбирательства. Там компания, которая изначально хотела выпускать сериал, совершенно не отказалась от него. Да, при том, что вроде как уже готов пилот. Уже есть в сети трейлер, при этом там источники довольно сомнительные. Тут, да, тут выяснилось, что все привязано к челябинскому метеориту. К чему же еще? Вот. И, кстати говоря, в описании трейлера даже там пишут типа S-T-A-L-K-E-R TV Series. Что? Ну, сталкер. Привязывают к сталкеру даже. Понятно. Будучи честным, да, есть немножко этого. Ну, давайте не забывать, что именно пикник на обочине стал, по сути, главным вдохновением и для сталкера игрового. ну, сталкер Тарковского вообще экранизация. Вот. В данном случае здесь, конечно, все более экшеновое, более такое развлекательное, вот, более такое попсовое. Другое дело, что обидно. Ну, правда, обидно. потому что мы экранизацию ни сталкера, ни стругацких сдюжить не можем, настолько, что этим уже занимаются там. Круто, конечно, но... Тут балка о двух концах, и мне кажется, наоборот, знаешь, даже в какой-то степени хорошо, что экранизации занялись за рубежом. Согласись. Хорошо, что занялись, понимаешь? Ну, это да. Опять же, да, популяризация стругацких это круто. Да. Вопрос, конечно, что из этого в итоге в конечном счете выйдет, что мы в итоге получим, как будет выглядеть этот сериал в конечном итоге, но мне кажется, все будет круто. Но это все-таки более будет похоже на зарубежные фильмы, потому что мне, например, очень жутко понравился «Сталкер Тарковского». Я прям готов в скором времени его еще раз пересмотреть. Все две, по-моему, серии есть или больше их там, если я не помню. Или больше. В общем, это, по сути, единый фильм. Ну да, несколько серийный. Ну да. «Росносовщую философию, астрономные идеологии». Ну да. Не понял, про что сериал, ну ознакомьтесь с повестью «Пикник на обочине». Да, прочитайте обязательно «Пикник на обочине». В общем, ты как-то нас в уныние вогнал немного. Я просто, мне вот правда, что называется, за державу обидно. Ну, может быть, тебе обидно, но главное, чтобы вышел «Пикник на обочине» сериал. Да. Вот. Давай двигаться дальше. Тут у нас немножко про «Бефезду». И первая новость заключается в том, что «Бефезда» готовится анонсировать новую мобильную игру. Ну, еще бы «Фоллаун Шелтер» ты им сколько принесла. Да. Вот. И тут вот прямая речь «Что-то город» звучит следующим образом. У нас есть еще один проект для мобильных устройств. Эту игру мы уже давно обдумываем. Она основывается на опыте «Шелтер», но при этом это будет нечто новое. И мало того, что мобилочку готовят, так еще и занимаются прямо сейчас и обещают. Две здоровенные игры, одна из которых уже сейчас известна. Да, уже сейчас известна. будет самой масштабной вообще в истории Bethesda. Варианты два. Это некая игра про космос, о которой слухи ходят уже давно, но что это будет неизвестно. Космическая IP от Bethesda, что в общем на целом круто. Для них эта территория нехоженная. Второй вариант. Новый тест. Новый тест. потому что с одной стороны они обещали, что тест будет после следующего большого проекта. Но если они адренсированы одновременно, то сначала выйдет просто одна игра, а через месяц или несколько недель может быть больше. Теперь хотя бы понятно, из-за чего весь сыр бур с собственной конференцией на E3. есть что давать. Не будем забывать про новый Wolfenstein, про который как будто бы все уже известно. Мне не кажется, что это будет Wolfenstein. что-то про Colossus еще говорили. Нет, давай так. Шутер, какой бы он ни был, он по масштабу гораздо меньше, чем RPG. В открытом мере. Понятное дело. Так что никто не мешает и туда пустить ресурсы. Ну, не знаю, увидим, посмотрим, потому что мне все-таки кажется, что там одна из двух это точно будет новый IP. Да, безусловно. Сейчас у них нового IP никакого нет. Нового IP прям ждут, ждут, ждут с нетерпением. как, нового IP нет, давай не будем забывать, что чисто формально Prey тоже без этого. Ну, это чисто формально. Окей, ладно. Ну, как издатель выступает. Ну, все равно. Pay это тоже не новый IP. Тут слово, если учесть, что оно как бы все с нуля, то есть оно как бы да, как марка он существует. Ремейк. Да нет, в том-то и суть. Они же сами говорили, когда их спрашивали, типа, ребят, простите, а какая вообще связь с тем Prey? Они говорят, никакой. Просто вы сами попробуйте придумывать крутое название про космос пришельцев. Вот. А у нас есть слово. У нас есть слово, оно на нас зарегистрировано, с ним ничего не происходит. Давайте там реально было так. Взяли название уже, то есть готовое, и прилепили на совершенно новый ноунейм проект. гуглиться будет сложнее, друзья. Ладно, в общем, не знаю, я все-таки ставлю на новый IP, совершенно новый IP. Скорее всего, тоже про космос, потому что ну как-то не хватает, не хватает, не хватат. Вот сапокалипс есть? RPG, кстати говоря, там в чате нормальные и тому подобное есть. Городостроительный шутер это Fallout 4. Городостроительный шутер Fallout 4. Ну, кстати, да, неплохо. Ладно, в общем, ждем более подробную информацию от Bethesda с нетерпением, с вожделением. Кстати, хорошая теория насчет мобильной игры, потому что наверняка будут подробности по поводу Skyrim на Switch и может быть оно переедет и на гаджеты. Официальный мобильный порт Skyrim? Нет, Вообще нет. Это слишком, во-первых, а во-вторых, ну, как бы официальный мобильный порт нет. Биошок портанули. Через чур требовательное. Биошок портанули. Какой Биошок? Первый Биошок седьмого года. Прямо вот хочется сказать, что может зайти и купить. Да. Ну, не знаю. Окей, Google, да, купить Биошок один на мобилочку. Да, официальный был порт. Ну, правда, недавно, по-моему, разбирали, что-то они не убрали. Это неудобно, это не так популярно, то есть они прекрасно понимают, учитывая, что они вот сказали, что они сделали упор на популярность и на... Ну, в общем, сделали упор на Fallout Shelter, то, что, типа, мы взяли из него все самое лучшее, я так подозреваю, что Патрусмиланс именно это. Скорее всего, что просто что-то в этом же роде создадут по Скайриму, мне кажется. Скайрима. По поводу Bioshock мобильного мы недавно обсуждали, его, по-моему, они его сняли таки. Далили, да? Да. Ну, он был. Окей. В общем, не знаю, чего ждать, что в мобилках, что в ААА-тайтлах от Bethesda, но ждем Е3, с нетерпением, что Е3. Будет жарко, кажется. Напоминаем еще раз, что там будет прям отдельная конференция от Bethesda. До этого будет отдельная конференция у EA за пределами, по-моему, Е3. Да. Прямо за пределами, если я не ошибаюсь. в общем, увидим, друзья. К сожалению, это были все новости на сегодня. Да почему к сожалению? Это ура! Ну, для Димы, к счастью, для меня, к сожалению. Да, это были все новости на сегодня. Да, мы их одновременно зачитали, Дим, если ты не слушал нас. Зачем нас слушать? Зачем нас слушать, правда. Ладно, в общем, друзья, еще раз вам напомню на тему того, что у нас сегодня, сегодняшнего дня будет раздача от наших друзей, от наших друзей Гайдинов по проекту War Thunder. Всем нашим платным подписчикам, кто к нам обратится, мы раздадим бонус коды на 500 голды в игре. Рассылочку создадим, напишем, все получите, не переживайте. Также сегодня, в среду и еще 23-го числа у нас будут стримы и сегодня мы вот раздадим инвайт-коды на 3 дня премиум-аккаунта, Чайку и Т26. А я напоминаю, что мы, они прославятся, таки зовем в нынешний четверг 23-го февраля всех наших подписчиков, зрителей из Москвы и Московской области с собой на защитников точное время и точное место сообщим в среду на эфире. Освобождайте четверг, приезжайте, пойдем смотреть плохое кино и веселиться. Так что вот так. Всем спасибо, друзья. Всем до скорого. С вами были Дмитрий Шапилев, Василий Копейкин и Дмитрий Кудряшов за кадром. Всем пока, далеко не расходитесь. Пока.